Я бы вначале хотел бы поделиться стишком, который записан в 1 Коринфян, 1 глава, 18 стишок. «Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Мы слышали сегодня от самого утра и в служении, что действительно, когда человек вкушает, как благ Господь, написано, для спасаемых это сила Божья, слово о кресте. Слово о кресте, слово о нашем спасителе, это написано для верующих, для нас, спасаемых, это сила Божья, ибо он вкушает, как благ Господь. Это была сила Божья, я знаю, для каждого в свое время она служит по-разному, по-разному. Некоторым это послужило и всем нам ко спасению, некоторым исцеление, некоторым каким-то чудом совершалось в жизни. Каждый имеет свидетельство, и оно продолжает сегодня к нам проповедовать. Слово о кресте – это сила Божья. Я верю, что каждый, кто пришел на это место, пусть Дух Божий благословит сегодня каждого из нас. Пусть Он наполнит нас опять и опять своей водою. Пусть Он наполнит нас этой силою, которая способна Тебя и меня пронести дальше на протяжении этой новой недели, которой будет рабочие дни, школа, бизнеса, семейные вопросы, проблемы. Пусть эта сила Божья сегодня наполнит Твой источник и мой источник. Пусть сегодня будет небо открыто от самого начала. Давайте попросим Божьего благословения, чтобы Он повел это служение. Пусть действительно это слово о кресте будет сила моя и Твоя. Давайте, братья и сестры, встанем и попросим Божьего благословения. Божьего благословения. Пусть это слово о кресте будет сила моя и Твоя. Что мне звук добренного мира, что мне царский удел вековой, что мне гимны хвалебные пирам, если нет Иисуса со мной. Что мне радость и что мне печали, что волнение или покой, отличу день от ночи едва ли, если нет Иисуса со мной. Без Него мир похож на пустыню, без Него сердце высушить сной. У воды я жажды погибну, если нет Иисуса со мной. Что мне чаша владык меденосный, что мне проку от славы земной, не найду себе места под солнцем, если нет Иисуса со мной. Без Него становится время, без Него я ничто проземной. Мне и жизнь не посильное время, если нет Иисуса со мной. Без Него мир похож на пустыню, без Него сердце высушить сной. У воды я жажды погибну, если нет Иисуса со мной. Без Него сердце высушить сной. Без Него мир похож на пустыню, без Него сердце высушить сной. У воды я жажды погибну, если нет Иисуса со мной. Без Него сердце высушиться сной. Без Него сердце высушить сной. Без Него сердце высушить сной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok In Matthew 7, verses 13-14, the word of God reads it this way. Enter you in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way, which leads to life, and few there be that find it. Now, the reason why this touches my heart is because for these two verses, they not only apply to the unsaved, but also the saved. Many of us in this world, sometimes we tend to be too busy with life, work, family, school, or friends, and we stray away from God. We don't mean to stray away from God, because in our hearts, we love Him. But, we don't see this. At least not until it's too late. I know this because, from our own experience, it has happened numerous times. You're on fire for God. But, at the instant you go back into society, that fire, it tends to go away if you're not careful. That is why, every day, we are supposed to take up our cross. And also, we're the armor of God. The Word of God does not say to just pick up your cross once. It says, every day. It says, every day, to take up your cross. Because it is a spiritual battle. Because we live in a spiritual battle. That we sometimes cannot see. And it is often, we cannot see. Or realize. And we cannot even know it. So that is why, these two verses, are very dear to me. And so, these two verses, are very dear to me. Because if I want to be obedient, I need to realize before that road gets too wide and I'm on the path to destruction. The path that leads me astray from God. The path that sometimes you feel that God is not near you. that he doesn't hear you. That he doesn't hear you. When you're going through a hard time. When you're going through a hard time. But in reality, it is us that we're far from God. And I would just like to finish with a verse in Revelations 22, verse 14. I would also want to share the verse 22, verse 14. That reads, Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter through the gates into the city, that many of us ask, how can we be blessed? And right here in Revelations, in the very last book in the Bible, one of the last chapters, it gives us direction by saying, Blessed are they that do his commandments. So I just leave this, that when we're going through hard times, we feel we're far from God. Let us first realize and think what's keeping us from God. Where did that fire for God go? What happened to it? How can we have let it go so easily? Which is why we should always take up our cross every day. and be faithful in prayer, never ceasing, even when we think that we don't see anything happening. because those prayers, they're being heard. It just takes time. God's time. Not our time. Thank you. For many of you, I'm not sure if you know this, but the city that we were at, Montemoros, it's a pretty dangerous city. I should know this, I have lots of family that's told me this numerous times. But even with the danger, God was so wonderful and marvelous by keeping us safe. And by this, I mean on the way down to Montemoros to another city called Rio Verde, we were heading down on the interstate with three different vans. One of them was the pastors that was that was taking a trailer and on the way down about 30 to 40 minutes from leaving the city before getting to the checkpoint the van broke down. the suspension went out on it. So we all had to get outside and try to see what we could do. Now mind you, this is a night in a very dangerous area. when people drive to this area, they drive really fast. And here we are stranded and have to divide our group so that at least half of them can get to the checkpoint while the rest stays behind and waits for the other van to pick them up. Well, by the miracle of God, the military came by. The Marines they stopped by to ask what's going on. Why I stopped? So we told them a story and they helped us out. All the soldiers from one of their vehicles got out and all the men got inside. So in a way you can say God sent a personal escort to keep us safe through that area. As we arrived at the checkpoint, they were very nice enough to let us stay in their barracks. as you saw as you saw in the photos, that is where the whole youth stayed that one night. We were allowed access to the whole facility. Even more amazing was the soldiers are very open to hearing about Christ. especially the sergeant who personally came up to me and wanted to know more about God. All the soldiers there joined us in not only songs but prayer as well. to me I see it as a testimony, a very strong testimony. For those who know the area and know the dangers of that area in Mexico, God's hand was over not only our people but also over the military because they experienced something from us as well. They saw God working through us as well. Because it wasn't just a coincidence. Some military they tend to rob people. But these fellow soldiers this fellow men kept us safe and let us spend the night there. And safety until the morning. I can't thank God more enough for what he did that night and keeping everybody safe from the dangers of that road in Mexico. Thank you. bless you. Thank Thank you. Thank Отрок очи, он мир и свет во мраке ночи. Твердыня сердца и строитель, спаситель мира, победитель. Начальник жизни и посланник, свершитель веры и наставник. Храм и завеса, плоть его, он был и есть прежде всего. Блюститель душ, святой и вечный, троичен в лицах, бесконечный. Мессия, праведник, живой, ревнитель, истинен, благой. Был ненавиден и презрен, непостижим, уничижен. Желающий спасения всех, Сын Божий, распятый за грех, воскресший, верный, терпеливый. Всеведущий и справедливый, он всемогущий, искупитель, первосвященник и хранитель. Бладенец, первенец, жених, раб властелинов, царь святых. Ангел завета, муж скорбей, Христос Господень, Назарей. Духовный камень и лоза, он основание, скала, умерший, в третий день воскрес, он хлеб, сошедший к нам с небес. Он жертва, агнец на заклане, он путь и наше оправдание. Он искупитель и священник, служитель он, и царь, и пленник. Он друг мой, Бог и мой отец, он знает тайны всех сердец, он знает всякую нужду. Спеши же, человек, к Христу, склонись к смирению пред Ним, ведь только Он непобедим. Он не спроверг болезнь и грех, рожденный, чтоб ты жил вовек. Аминь, дорогая церковь, Бог благ, всегда благ. Аминь. Он не изменяется, он вчера, сегодня и вовеки тот же. По благодати своей он дал нам быть здесь, и как братья говорили, по милости мы имели хорошее служение. Утром вы здесь, мы в другом месте, но благодатью есем то, что есем. И благодать его не тщетна для нас. Аминь. Не для кого. Можно только оттолкнуться от всего и все. А если человек по-настоящему ищет Бога, он находит всегда благодать на благодать. Он получает избавление, получает вразумление, получает наставление, соблюдает слово. Это слово направляет его и держит его в жизни. Слава Иисуса. Но есть время, когда мы просто собираемся поклониться Богу. Я думаю, что и это собрание, которое мы имеем, это наше вечернее жертвоприношение Богу, наши молитвы, поклонения, благодарности. Но есть что-то и такое, что мы хотим узнать, Господи, а что Ты хочешь? Одно дело, когда мы говорим Богу, поем Ему, рассказываем Ему стихи, а другое дело, когда Бог говорит к нам. Потому что у Бога всегда есть план и для нас, и для всего собрания, и для нужд детей Божьих. Бог знает этот план и хочет, чтобы мы тоже его знали. Одно дело спросить у Бога, получить у Бога, а другое дело, когда ты сам просто что-то предлагаешь Богу. Это разные вещи. В собрании утром я заметил такую простую вещь. Каин и Авель – два человека, которые старались угодить Богу. Один просто от овес принес, как пастух, жертвоприношение Богу, и был принят. Второй старался, посадил огород, вскопал, все, но все его жертвы были напрасны. И это прообразы, которые оставлены нам. И через всю Библию мы можем видеть. И так вот я коротко повторюсь в некоторых вещах. Саул и Давид, десять дев, пять разумных, пять неразумных. И оно как-то вот в жизни проходит, где-то такая серединка. Одни в спасении, а другие, вроде бы им кажется, что они в спасении, но они в смерти. Фарисеи, саддукеи, учителя в своего время, а также ученики Иисуса Христа. И тоже получалась религия и шла рядом с жизнью. Может здесь не видно так, у нас, где я живу, в Ташкенте, у нас есть религии, которые держат людей в такой твердости определенной, в запретах, конкретных вещах, постановлениях, установках. И ты не можешь выпрыгнуть из этого всего. А если ты выпрыгиваешь, то тебе нужно будет платить цену. Ну, например, если узбек уверовал, он лишается многого чего сразу. Его исключают из умы, то есть мужского совета, там мужчины где, мужской габ. Ему не дают руки, его не приглашают в дом, его не приветствуют, его детей игнорируют. Он не может женить сына, он не может выдать дочку замуж. Все родство восстает, и он получается в одиночестве. Это цена, которую человек платит, чтобы стать Божьим детем. Божьим детем. Но одни хотят как-то по-своему, другие хотят по-настоящему. Ну, это вы проверяете себя. Я как проповедник, вестник Господен. От священника ищу знания. Он вестник Господен. Поэтому я хочу сегодня говорить о некоторых вещах, которые происходят в нашу жизнь. Как мы можем уходить от Бога? Ну, вот возьмем Саула и возьмем Давида. Библия говорит, мы читаем книгу царств, четвертую книгу, первую, вторую, третью, четвертую книгу царств. Там говорится о царях. Но вторая книга царств говорится, что дом Саула ослабевал, а дом Давидов усиливался. И Саул пришел к тому, что вообще потерял все. И Аммалик его убил. И он умер от рук нечестивых. Человек, который был поднят Богом. Человек, которому вверено было царство. Человек, которого Бог ввел в свои отношения с ним, потому что он получил откровение, видение. Он получил даже пророческое слово. Даже сам оказался в пророках. Закончил жизнь тем, что Аммалик, враг Божий, убил его. Давид, о котором Бог говорит, нашел я мужа по сердцу своему. И Бог объясняет, что это был за муж. Он говорит, он исполнит все хотения Мои. Скажите на это Аминь. Аминь. Это здорово. Бог сказал, он исполнит все хотения Мои, не свои. Мы обычно приходим, и у нас есть столько хотений. Точно так, как в Израиле. Там было много хотений. Например, пришло время, они говорят, мы хотим быть, как прочие народы. И начали добиваться. И Бог говорит Самуилу, поставим царя. Раз просят, дай им. Это не была воля Божия. Сегодня многие христиане говорят, я добьюсь. Я получу от Бога. Я знаю, как прийти к Богу. И они добиваются. Сестричка говорит, я получу пророчество. Я добьюсь. Бог меня скажет. И добивается. И получает. И попадает в проблемы. И говорит, Бог обманул. Бог не обманывает. Ты просила, выпросила. Они просили царя. Это не было воля Божия. Бог говорит, дай им царя. Они получили царя. Самуил говорит, посмотри. Пусть увидят, какой грех они сделали. Проси в себе царя, чтобы быть, как прочие народы. Что они сделали? Получили царя. Была ли это воля Божия? Нет. Я просто говорю. Если Богу нужно тебе сказать, Он найдет тебя. Вопрос. Будь человеком, который хочет услышать Его. Будь человеком, который хочет услышать Его. Будь человеком с открытым ухом, с открытыми глазами. Я хочу Его слышать. Он найдет тебя. Тебе не нужно домогаться. У нас одна группа людей, которые занялись тем, что они... Мы не можем без пророческого двигаться куда-нибудь. Они получили слово. Они получили пророчество. Их группа собралась, и они поехали. Бог им сказал ехать в Симферополь. Они доехали до Прохладного. Их высадило правительство из поезда. И все они попали в Краматорск. И образовалась там группа. Я спрашиваю. Вы же получили слово. Приехать в Симферополь. А почему вы оказались в Краматорске? А потом вы оказались в Германии. А как так? Или Бог обманывает, или нет. Когда мы домогаемся, мы получим то, что мы хотим. Мы никогда не узнаем волю Божию. Человек, который хочет знать волю Божию, он должен от всего отказаться. От всего отреться. В Израиле тоже было. При пророке Иеремии пришли руководители и сказали, мы хотим знать волю Божию. Мы хотим. И они послали Иеремию вопрошать Бога. И он 10 дней вопрошал Бога. Когда Бог проговорил к нему и сказал им, оставайтесь, сядьте, служите этому царю. Они возмутились и сказали, не Бог тебя посылал. Потому что это не входило в ихний разум. Человек, который живет своим умом, он не будет подчиняться Богу. Никогда. Да и не может подчиниться. Он не может подчиниться Богу. Мои мысли не ваши мысли. Мои пути не ваши пути. Как небо высоко над землей, так и мои мысли выше мыслей ваших. Разум человеческий, который рожден по природе, он приведет нас к смерти. Как бы красиво не было. Как бы хорошо я не сидел. Но если я живу этим плотским умом своим, я умру. Недавно смотря одну программу, последние вести показали одного американского хорошего кинематографа, который снимал фильм. Ему 63 года и он повесился. Последние годы у него депрессия, так хорошо жил, много смеялся в жизни, все, все так хорошо. Я почему запомнил, потому что ему тоже 63 года, как и мне. И я думаю, если я буду так весело жить, как он, я должен так же и кончить, повеситься где-то. То есть, если я буду подражать ему, а мы же все в кино хотим подражать. Ну вот, человек весело живет, красиво живет, все имеет, такой умный, такой хороший, ну, просто повесился. А так ничего, жить можно. Ну, просто повесился. И многие это захватывает. Они смотрят телевизор, это диктует им мысли, и они говорят, Бог мне сказал. А Бог говорит, я не говорил. Я не посылал, они побежали. Я не говорил, а они делают. Пусть Бог поможет нам. Я сейчас говорю о том, что происходит между домом Давидовым и домом Сауловым. Тот и тот получили помазание. Тот и тот получили равную возможность приходить к Богу. Но один в своей жизни никогда не думал притащить ковчег Божий в свой дом. Он нигде не молился. Он получил от Бога, но ему некогда было общаться с Богом. Он так был занят трудами, делом, войной. Он выполнял Божью работу. Ему казалось, что он в правильном положении. Но он приходил к непослушанию. Он приходил к непослушанию. Медленно он отступал от Бога. Конец его был страшен. Он обратился к гадалке, чародеям. То, что он однажды истребил, он возвратился к этому. Но дом Давидов возрастал, усиливался. Не было ли ошибок у Давида? Да, было. Да, были. Как и у Саула были, и у Давида было. Но Давид научился прибегать к Богу. Во всем. Один из псалмов запечатлел слова Давида. Господи, не промолчи, чтобы я не уподобился сходящим в могилу. Самое страшное, когда Бог перестает говорить с тобой лично. С тобой лично. Если ты крещенный Духом Святым человек, и ты говоришь, что ты храм Божий, Дух Божий живет в тебе, а Бог с тобой не разговаривает, ты в опасном положении. Я не говорю сейчас к тем, которые живут в блуде, в воровстве и грешнике. Я говорю сегодня к тому, кто ищет Бога, ходит на собрание, но Бог не разговаривает с ним. Бог не обличает его, Бог не говорит с ним, и он спокоен. У него вся жизнь, это стрельба в одну сторону. Сделай то, сходи туда, помоги там, сделай то. Одни нужды. Он не может задать вопрос Богу и сказать, у нас узбеки говорят, лабай, что прикажешь, господин? Он годами сидит на собрании и дает Богу задание. Он сам Бог. Бог на побегушках у него, а он сам Бог. Он записывает свои нужды все, выдает. Бог должен выполнить. Запомните, прежде чем мы есть, он есть. прежде чем мы что-то узнали, он уже имел план спасения. И этот план нужно будет выполнять. Он открывает его тем, кто ищут его и говорят, я хочу знать, что ты хочешь. Что хочешь ты, он знает, и ты сам знаешь. А вот что Бог хочет, с чего-то начинается. Давид понимал это. Он понимал, что он может ошибиться. Он научился взывать к Богу. Возьмем один из примеров его жизни. Очень простой. Когда Давид встал на царство, что он захотел сделать? Он захотел притащить ковчег в свой город. Правильно. Саул столько царствовал, никогда не подумал об этом. У него даже мыслей не было об этом. Тоже помазанный Богом. Но у него мыслей об этом даже нет. Давид собрал 30 тысяч хороших мужей. Музыку. Сделал, купил новую машину. Загрузил туда ковчег. Везут. Оза поддерживает, умирает. Смертью закончилась. Трагедия похоронами закончилась. Давид в ужасе. Оставляет там ковчег. Приходит, по-моему, где-то 3 месяца. Он ходил пред Богом. И говорил Бог, почему? Один из священников моих, лучших священников, умер. Почему? Бог говорит, я не изменяюсь. А в чем ты не изменяешься? Я дал закон, как носить ковчег. Я дал закон, как носить ковчег. На плечах. Не надо новую машину. Это у вас меняется все. У меня ничего не меняется. Я сегодня, вчера и вовеки тот же. Не надо новшества придумывать. Давид, покорись Слову Моему. То, что ты сделал, это непокорность, это своеволие. И ты будешь сжать беду в своей жизни. Давид понял. Проходит 3 месяца. 30 тысяч людей опять избирает, призывает. Идут туда. Берут этот ковчег. Священники несут на плечах. Шесть шагов жертва. Шесть шагов жертва. Шесть шагов кровь. Шесть шагов кровь. Число человеческое. Давид, откуда ты взял это все? Почему ты так делаешь? Почему ты так делаешь? Не без крови. Написано, не без крови. Никто не может приблизиться к Богу без крови. Я знаю, что многие из вас молятся. Даже никогда не вспомнят в молитве. Но Библия говорит, не без крови. Давид понял это. Даже тогда, когда он согрешил, никто так не призывал, как он призывал. 50-й псалом. Окропи меня, Исопом. О чем думал Давид, когда говорил, окропи меня, Исопом? О крови крапление. О крови крапление. Он говорил, окропи меня, Исопом. И буду чист. Омой, и буду снега белее. Чем? Кровью. Он понимал, что не без крови. И он донес ковчег. Они разные. Саул встал на царство. Ни молитва ему не нужна. Ни ковчег ему не нужен. Ничего не нужно. Гордость превозобладала. Немалым ли ты был среди народа Израиля, когда Бог избрал тебя? Почему же ты вырос в своих глазах? Да, Саул, почему с тобой это произошло? Почти меня. Ухватился за край одежды. Разорвал ее. Это пророческое слово. Расторгнул. Бог говорит, я разорвал с тобой завет. Одежда разорвана на Самуиле. Все. Бог отступил. Я найду лучшего тебя. Он будет покорен мне. Он исполнит мои хотения. Я согласен, что когда мы в младенстве, или как дети, мы можем Богу задавать много своих вопросов, своих нужд. Но приходит время, когда Богу нужно решить свой вопрос. Не ваш вопрос, а свой вопрос. Бог никогда не хотел быть у вас на побегушках. Не вы Боги. Он Бог. А мы сосуды в теле Его. Мы тело Его, через которое Он хочет являть свою славу. Своего Сына являть. Бог хочет являть Своего Сына через тебя, как члена тела своего. И выполнять свою волю, а не вашу волю. Ну, мы же должны просить у Бога. Просите. Но приходит время. Бог говорит, оставься. Я без твоей просьбы знаю, что тебе нужно. Штаны или туфли. Он сказал, посмотри на птицы небесных. Не сеют, не жнут. Я знаю, что им нужно. Я кормлю их. Посмотри на лилии. Они прекрасны. Я их наряжаю. Ты хочешь верующим будь? Ой, мне нужно, то у меня столько забот. Тебе нужно будет каяться, за напрасно прожитое время. Я не делаю греха. Напрасно прожитое время тебе нужно будет каяться, когда ты занимаешься тем, чем занимаются язычники, а не дети Божьи. Он сказал, не будьте как язычники, а не думай, что в многословии своем заставят меня делать то, другое, третье. Никогда. Я Бог. Я Отец ваш. Я Господь ваш. И я знаю, в чем вы имеете нужду. У меня есть, что сказать. Ищите прежде всего Царство Божие. И что? Правда Его. А остальное что? Приложится. Приложится. Много ли нужно человеку? Нет. У нас на Востоке очень быстро. Очень быстро. Роют яму. Семь метров материи. Замотали. До захода солнца зарыли. Ничего не нужно. Свой гроб он может носить на голове. Чалма. Это семь метров материи. Раз. Кончился. Замотали. Раз. Засунули. Зарыли. Чтобы не воняло. До захода солнца. Все. Просто. Быстро. И хорошо. Мне нравится это. Много вопросов нету там. В воскресенье остальное все проявится. Потому что на этом все заканчивается. Но он сегодня здесь Духом Святым. Я хочу сказать. Как верующие люди. Вы пришли на это вечернее собрание. Я хочу сказать. Вы должны научиться послушанию. И вы знаете, что многие сегодня больны, немощны. Страдают. Болеют. Лишь потому, что они не научились слушаться Бога. Не научились слушаться Бога. Давайте вместе прочитаем место Священного Писания. Я попрошу вас встать. Я верю, что Слово Бога – Бог. И то, что я читаю – это Бог. Потому что имя Его в вечности – Слово Божье. Обогренное кровью. 19 глава Откровения. Поэтому мы чтим. Когда мы читаем Слово, мы поднимаемся пред Богом. Он здесь Духом Святым. Я буду читать с 7 стиха 5 главы. Евреям. Что-то выключилось у меня. А вот все выключилось. Ну, я еще не разбираюсь. Но у меня с глазами плохо. И мне здесь хорошо читать. Все равно буквы большие. Так и Христос. Я буду читать с 7 стиха. 5 глава Евреям 7 стиха. Мы вместе выслушаем. Он в однеплоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушания. И, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Господи, вложи это слово в наши сердца, в глубину нашего духа, чтобы оно сопровождало нас, чтобы оно будило нас и помогало нам подчиняться Тебе. Аминь. Садитесь. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушания. Я не против того, что вы хотите иметь хорошую жизнь. Но Бог хочет исполнить Свою волю. У Него есть план для этого города и план для Его спасения. И вы должны в этот план войти, как церковь. Вы тело Его. То тело, которое подарила Ему Мария, Он оставил. В день 50-го, Он получил новое тело. Это Его церковь. Это вы. Тело Христово сегодня. Какого Христа вы показываете, того люди и видят. Того они и видят. Или Он живет в вас, или вы просто насмешка над всем. Кто говорит, что познал Его, тот должен поступать так, как Он поступал. Кто говорит, любит Его, тот должен соблюдать Его заповеди. Заповеди связаны с послушанием. Саул потерял все за свое непослушание. Самуил сказал ему, неужели ты думаешь, что жертвоприношение, даяние твои, лучше послушание, десятины твои, пожертвования твои, приношения твои, лучше послушание, неужели вы тоже так думаете? Нет, я не отменяю заповедь Божью. Я не отменяю, но я говорю, что послушание лучше жертвы и повиновение лучше всего, что Бог дает. Повиновение, послушание. Иисус был виновником нашего спасения. Для кого? Для послушных Ему. В чем может быть непослушание? Если я не делаю, как Он говорит. Если Он сказал, молись, я молюсь. Если Он сказал, не оставляй собрания своего, я прихожу. Более сорока лет я прихожу в Дом Божий. Если Он говорил, принеси десятины в Дом хранилища, я приношу. Пастор там неправильно деньги тратит. Это не мой вопрос. Мой вопрос пред Богом. Приношу ли я десятины и приношения в Дом Божий? Бог сказал мне это делать. Единственное, что я, почему я не буду делать, я не люблю Бога. Поэтому Бог говорит, вы обкрадываете Меня. Вы обкрадываете Меня. Воровать я буду тогда, когда я не люблю Бога. Я буду воровать то, что принадлежит Ему. И не говорите мне, что вы любите Бога, но я свою десятину трачу на дочку. У ней там столько трудностей, я туда отдаю. Вы стали на место Бога, и вы воры. А то, что вы говорите, что вы любите Бога, вы лжецы. Потому что, если ты говоришь, что любишь Бога, а заповеди Его не соблюдаешь, ты лжец. Иоанн не будет извиняться за это. Он обзовет вас лжецом и говорит, ты хочешь сказать Мне, что ты любишь Бога, ты лжешь. Вы скажете, ну это одна сторона, а есть где и Моя любовь по-настоящему. Достаточно одной. Виновен в одном, виновен во всем. Ничего не нужно было Адаму и Еве. Всего одна заповедь была. Не трогайте с этого дерева. Они нашли объяснение, дьявол подсказал им. Простые вещи он сказал. Он говорит, он просто им говорит, не умрете. Бог сказал, умрете, если вкусите. А он говорит, не умрете. Не умрем, да? Съели. Шесть тысяч лет проходит, заканчивается, а они все умирают. Дьявол сказал, будьте как боги. Шесть тысяч лет проходит, а мы не как боги. А мы не как боги. Мы плачем, мы страдаем. Иисус учился послушанием. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Вот для чего нам дан их страдание? Вот для чего нам дан крест? Вот для этого нам дан крест. Вот для этого дан их страдание. Если вы проверите, почему вы страдаете, вы найдете, что вы непослушны. Попросите Бога, Он подскажет вам, почему рана твоя не исцельна, не исцеляется. Почему пастор мажет елеем, возлагает руки, а исцеления нет и нет. Почему ты подставляешь голову под всех священников, которые приезжают сюда в церковь, а потом говоришь, и этот пустой, еще один. Руки у него пустые. Почему рана твоя не исцельна? У него нет веры. У тебя есть ли вера? Я говорю сегодня к верующим людям. Я знаю, когда я говорю людям на улице. Я знаю. Там больше славы Божьей бывает и больше чудес Божьих, чем в собрании верующих. Там больше бывает. Бог открывает им спасение. Но верующие сегодня, они называются только верующими, но Бог не объект ихней веры. Там есть другой Бог. Там есть другой Бог. Обратите внимание, молодой человек подошел к Иисусу и говорит, что мне делать, чтобы спастись? Иисус говорит, простые слова говорит ему. Не убивай, не кради. Он говорит, все это сохранил я от юности моей. Этот молодой человек, и Марк пишет, он полюбил его. Тогда Иисус говорит, хватай, беря его за живое. Он говорит, продай имение, раздай нищим и следуй за мной. А если бы эти слова прозвучали сегодня нам, да я всю жизнь копил. Я всю жизнь тянув, до дому. Что вам не люди скажут? Дожився. Крыша поехала уже. Иисус его подтолкнул. Он знал, что у него есть второй Бог. Что он не первый Бог. И он это шел с печалью, потому что был богат. Он думал про пенсию. Он думал, как ему проживать, когда он будет в старости. Этот ум его, рациональный ум, рациональный ум, не дал ему покориться Богу. Иисус Бог, он знал, как его прокормить, но он не верил Богу. По-настоящему он не верил Богу, этот молодой человек. Я соблю заповеди с детства. Нет, нет, у тебя был Бог. Мамона твой Бог. Ты любил не только меня, ты любил второго. А это уже не вера, это одна из вер. Поэтому ты не мог покориться мне. Придут испытания, ты откажешься от меня. Если ты не научился покоряться простому писаному слову, ты не сможешь покориться сказанному слову. У тебя не будет сил на это. Иисус говорит о послушании. Он сделался виновником спасения вечного для всех послушных Ему. Для кого Он сделался виновником спасения? Послушных. Послушный ли ты? С чего-то оно начинается, послушание. Ну, простое послушание. Ну, даже вот как для молодежи сегодня, братья сказали, молодежь, поехала, да не приехала. Кто-то сказал, приедем, а не приехал. Не говорите пред ангелам Божьим, что это ошибка. Это не послушание. Брат попросил прощения. Я обращаю. Я наблюдательный человек. Я наблюдаю. А мы молодые. И если я начинаю свою жизнь с того, что я не выполняю, непослушный, у меня проблема уже. У меня уже проблема. Бог говорит, почитай отца твоего и мать твою, будет тебе благо и будешь долголетен. Бог не будет Богом, если Он не выполнит Своего Слова. Если ты хлопнул дверью перед носом своего отца или матери, ты хочешь получить благо? Никогда. Если ты хлопнул дверью перед лицом своего отца или матери, и хочешь получить благо и жить долго? Никогда. Бог исполнит Своё Слово. Ты должен умереть. Да мокло в меч уже висит над тобою. Ты непослушный, непокорный. И суд придёт в твою жизнь. Вы скажете, ну, Бог же прощает. Есть время, когда Бог может простить. Но есть, когда и молитва матери, и отца не помогают уже. Давид рыдал, прося своих начальников, сохраните мне отрока, а весолома. Бог не дал, чтобы его сохранили. Ты негодяй, ты должен умереть. Они не послушались Давида, они убили его. Давид плачет. Чего ты плачешь? Ну, отец же, первенец, красавец, умри. Бог выполняет Своё Слово. Проклятие матери разрушает дом до основания. До основания. Ты оскорбляешь, ты пожнёшь. Непослушание такой же грех, что и волшебство. И непокорность тоже, что противление. Бог исторнит тебя. Ну, мы молимся, чтобы он в доме Божьем был. Не будешь ты там. Придёт день, Бог выкинет тебя. Он собирает урожай. Время собирать сейчас. Осень приходит урожай. Но пшеница не остаётся на таку. Он берёт вилы и подкидывает её. И ветер солому уносит. Если ты лёгкий, ты взвешен на весах и найден очень лёгким. Ты можешь улететь. Всё. Пшеница останется, а солома должна улететь. Она должна сгореть ещё. И ты сгоришь. И молитвы мамы не помогут, потому что если ты оскорбляешь, оно придёт в твою жизнь. Ты хочешь жить долго? Никогда. Ты хочешь иметь благо, хорошую жену? Благо. Что такое благо? Иметь хорошую жену, иметь хорошую работу, иметь хорошую зарплату, быть счастливым отцом, матерью. Ты хочешь благо? Тогда почитай. Просто послушание. Иисус сделался виновником спасения вечного для всех послушных Ему. Просто. Это так просто. Просто будь послушным. Когда вышло слово из твоих уст, не будь глупцом. Исполни его. Пусть Бог благословит нас. Я верю, что вы много получили наставления сегодня. Мы будем заканчивать наше общение. Но я хочу, чтобы если у тебя неправильные отношения есть с твоими близкими, родными, которых ты оскорбил, которых ты обидел, против которых говорил, потому что я не затрагиваю сегодня и не говорю о том мире, который у нас есть. У нас у всех есть мир мечты, мир фантазий, куда мы других не пускаем. Но Бог знает ваши мысли. И каковы мысли его, таков и он сам. Может, вы не показываете сегодня ничего, но ваши мысли знает Бог. мудрый человек, мысли, как река глубокая, но мудрый, написано, вычерпывает их и не оставляет там ничего неправильного. Я хочу помолиться, если ты сегодня или в течение этой недели попадал в такую вот проблему, где ты неправильно относился с отцом и с матерью, если ты неправильно относился со своей женой, если ты неправильно распоряжался своим временем, ты сказал где-то злые слова. Я хочу, чтобы ты покаялся. Его крови достаточно, чтобы смыть всякий грех. Нету такого греха, который кровь Иисуса Христа не может смыть. Вопрос. Когда я каюсь? Если я не каюсь, все остается на тебе. Думаешь, время загладит? Время не загладит. Кровь смывает. Нужно призвать кровь, нужно покаяться и тогда живи. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Он сделался виновником спасения вечного для всех послушных ему. Да благословит нас Господь. Да даст нам послушание ему и его слову. Если он сказал, молитесь, делайте. Если он сказал, не оставляйте собрания, делайте. Если он сказал, исполняйтесь духом, исполняйтесь духом. Это приказ. Это не просьба. Это приказ. Мы иногда относимся к слову, ну, так написано. Это приказ. Не будешь исполняться духом, умрешь. Ты не будешь знать мыслей Божьих и не услышишь трубы, которая трубит и останешься. Потеряешь все и непослушание приведет тебя к этому. Да поможет нам Господь стоять в вере всей вашей церкви. Мы живем в Ташкенте, у нас есть трудности, есть и радости. Я не хочу рассказывать о всех трудностях. Иногда меня просят, ну, расскажи. Иногда у меня слезы душат. Но я лучше рассказываю о Божьей славе, чем о своих горестях, трудностях. Все это есть, но когда мы в трудностях, тогда ближе Бог. Да? Есть такой псалом, когда во мне трудности, много печали, много слез. Иисус был один из мужей, который люл слезы. Он не всегда был в такой радости. Он мог принять силу за его силой. И со слезами принес великие моления, могущегося спасти его от смерти, как он услышал со своем благоговении. Искольте, что он услышал. Искольте, Субтитры создавал DimaTorzok